Ну из того, что я успел прочитать про предложение, которое сделано украинской стороной, то планов по СИПАК я там не вижу. Я вижу там достаточно взвешенные решения, которые, к сожалению, точно не будут приняты той стороной, потому что Россия их не примет. Они выгоднее нам, чем в Москве? — Безусловно. Единственное, что меня там смутило из того, что я прочел, опять же, надо прочитать формальный документ, который мы не видели. Поэтому обсуждать то, что ты не видел, знаете, это не совсем правильно, я его не читал. Я прочитал только то, что было интервью Кравчука Интерфаксу, там детально вроде прописано, о чем идет речь. Ну если это все так, как там сказано, то бояться нечего, хотя я совершенно точно понимаю, что выведение демилитаризации за такой короткий промежуток времени его не будет. И говорить о том, что нам отдадут границы, добровольно отдадут границы. И после этого мы сможем там провести местные выборы, но этот план, к сожалению, я уверен, что он не будет принят. Я был уверен, что он не будет принят. И он, ну, уже Песков выступил о том, что это не соответствует Минску. — Вы, короче, Песков означает, что саме в этой части, ось по пунктах, так, что это соперечить Минским угодам, власне, по тих позициях, как они расписаны по пріоритетности. — Смотрите, основной спор, который у нас идет все время, когда должны быть выборы, до передачи границы Украины или после. — Песка будет про это, это камень спотекает. — Все остальное, оно, в общем-то, решабельное. Это раз. — Затем, я думаю, что там быстрая демилитаризация, ну, чудес не бывает. За два месяца разорвать такое количество людей и гарантировать, что это произойдет, ну... — Зараз поговорим про это, потому что, справедливо, иде мова про 30-35 тысяч бойовиков, которые находятся на той территории, да, которые с другой стороны не с украинской представляют. И как мы маем это все делать?